Привет, друзья, привет, подписчики. В этом видео хочу вам показать, как обойти блокировку Discord за несколько минут. Усаживайтесь поудобнее, я вам покажу, как это сделать, чтобы ваш Discord работал без каких-либо программ. Кто-нибудь знает, что такое Discord, это тот же, такой же самый мессенджер, где можно переписываться. Очень классная штука, его вот недавно такие заблокировали тоже, и не всем удобно после этой блокировки вообще в него заходить, потому что он лагает, он глючит, и вообще просто невыносимо на нем работать. Как это обойти, чтобы у вас все работало, сейчас покажу пару кликов, ну а вы пока подпишитесь, поставьте это видео лайк. Во-первых, вам нужно будет зайти в мой телеграм-канал, оставлю ссылочку, соответственно, в описании, и скачать такую программу, которая называется ByDPI. Есть она на любом, она у меня уже здесь готовая. Это простое приложение для оживления YouTube, ну и, конечно же, у вас оживится и YouTube, и у вас оживится и Discord. Это как бы два в одном, скачиваете эту программку, устанавливаете на телефон, я на своем примере показываю, что нужно делать. Заходите в эту вот программу ByDPI, вот так вот она выглядит, и, в принципе, когда вы нажмете Connect, у вас коннектится все, у вас запускается, и вы, в принципе, можете зайти сразу в Discord, он у вас будет работать, тут можно и переписываться, и смотреть все, ну, будет все-все-все работать. Ну, как же его правильно настроить, сейчас покажу. Заходим в Discord, в ByDPI, и здесь, в правом верхнем углу у вас будет вот такая вот шестереночка, видите? Вы на эту шестереночку, ну, во-первых, отключиться надо, вы на эту шестереночку заходите, и здесь выбираете все, что я показываю. Во-первых, смотрите, ну, темы и мод, тут не нужно ничего выбирать, вот этот вот пункт выбираете, ByDPI, здесь вам покажут настройки, и разные файлы вы их не трогаете. Во-первых, выбираете вот этот вот DNS, и ставите 4 восьмерки, 8.8.8.8. Listing address ставите 127.001, окей, порт ставите 1080, тоже окей, максимум номер 512 ставите, окей. Ну, и вот эти вот настройки, distance only HTTP, and ставите вот эту вот галочку, видите, как у меня. И вот здесь вот тоже галочку ставите, split TLS records, и split TLS records at SNI, тоже ставите. И, в принципе, у вас все уже настроено, единственное, что вот этот вот буфер size, поставьте 16384. После, когда вы это все сделаете, у вас реально Discord заработает, и не будет никаких вообще проблем. Ссылку на ByDPI, у кого еще ее нет, вы можете их либо в плеймаркете, тут неважно, либо же у меня в телеге, просто зайти, скачать себе без проблем и пользоваться. Также подпишитесь, тут очень много интересного и полезного контента, который я для вас храню. Подписывайтесь, ставьте лайки, впереди много интересного.